Вот включается. Вот кашу свалила. По две комфорки в раз нельзя, иначе проводка сгорит. Анна Откнина рассказывает, дом в Абакане Почертыгашево из тех времен, когда многоэтажки отапливали печами, а готовили на газу. Нагрузки на сеть тогда были маленькими. У меня дед работал в энергосетях, пошла к ним. Ну, он умер, я говорю, ради памяти, что-то мне сделайте. Вот они мне порекомендовали вот эту. Печь маломощная, но сразу и её, и чайник включать энергетики не велят. Проводка бедная во всём доме, а электропечи хотят все. Особенно после взрыва газового баллона три года назад. Вот её квартира угловая, и когда она пришла с улицы, включила свет в прихожей, всё сразу бабахнуло. Это хорошо, у неё окна были деревянные, окна вылетели, и наш дом не пострадал. Бывший домком Галина Казанкова рассказала, что после взрыва женщина погибла, а её соседи отказываются от газа и мечтают поменять проводку в доме. Экс-домком нашла способ, как это сделать без дополнительных денег. Надо включить замену в капитальный ремонт. Дом на очереди в этом году. Когда я запросила вот такую вот папочку, рабочую документацию, посмотрела её, а там вот написано, без увеличения ранее разрешённой нагрузки. Директор фонда капремонта пояснил, что проблемы бы не было, если бы в прошлом году дом провёл собрание и решил перейти на электропищеприготовление. Документы и инструкции владельцам квартир фонд отправлял. Собрания не было, и какой делать ремонт, решила мэрия. Всё по закону. Мы с вами договорились. Я сейчас расторгаю договор на производство работы. Вы теперь собираетесь с собственниками, как положено, принимаете решение и отправляете его нам. Хорошо. Сергей Душенко пояснил, что расторгнуть договор на капремонт будет сложно. И добавил, что переход с газа на электричество в Абакане не редкость. Для того, чтобы поменять проводку в газовом доме, для начала необходимо на общем собрании жильцов решить о том, что все переходят на электропечи. После этого нужно обязательно обсудить запрос в электросети об увеличении мощности на ваш дом. Затем необходимо поручить либо фонду капитального ремонта, либо управляющей компанией заняться самой заменой электросети. После этого необходимо между собой договориться, что каждый владелец квартиры заменит электросети внутри своих квартир. Последнее нужно обязательно назначить того человека, который будет заниматься документами. Схема сложная, но работает. Александр Тимофеев, Евгений Сульбереков, Нотабена. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова